рассмотрим шторный полуприцеп штороборд 13 6 метров передняя стенка у нас выполнена алюминиевая из алюминиевых профилей универсальный блок головок для того чтобы можно было зацепиться с тягачем 2 по 7 либо 1 на 15 полюсными электроразъемами то есть mercedes камаз а также все европейские тягачи это scania volvo mercedes man без всяких проблем соответственно зацепится ну и китайцы в том числе полуприцеп оборудован уже система opti link система позволяет с помощью смартфона полностью контролировать прицеп и эту на штура борт сами видим что вот у нас борт 600 миллиметров борт у нас выполнен с помощью стяжек борт он идет полностью насквозь прокручен проход через него направляющие которая связывает все алюминиевые профиля от не дают борту ходить обеспечивая жесткость по концам имеет закрепление он еще и протянут вот эти соответственно все стяжки на каждом борту по 4 стяжки это очень важно потому что не все производители так делают и импортный производитель далеко так не делают мы используем только оригинальные комплектующие например здесь стоит представлена фирмы хиста мы видим вот эту птичку и на это хистал это оригинальный немецкий производитель хистал оригинальные ноги сав коники которые у нас имеют крепление и вот эти трубы они внутри закреплены соответственно вынимаем шплинт вынимаем этот палец также и здесь мы достаем коник и уже по назначению в полуприцепе имеется отверстие мы уже сбоку устанавливаем эти трубы на полуприцепе мы видим корзину у нас откидывается наша боковая защита и видим корзину который имеет болтовое крепление она легкая с крепежом под саму колесо ее можно при желании если клиенту как-то место расположения не устраивает ее можно просто открутить и перенести три оси сав на усиленном исполнении для россии полуприцеп выполнен на карабах внутри мы видим на полуприцепе короб это исполнение именно самая популярная в россии сав короб также хотел обратить внимание если подойти к передней стенке полуприцепа сейчас мы подойдем пока мы не ушли от него у нас движная крыша здесь реализована это на что штороборд она ездит в обе стороны она как вперед двигается так и назад заказчик именно попросил выполнить ее в таком исполнении запоры которые тут так как таким образом открывается это уже идут индивидуальные требования заказчик на полуприцепе стоит резина это 65 профиль марки гудьер то есть никакой не китай там и так далее и тому подобное оригинальный гудьер на 65 профиле и мы стараемся на все наши изделия устанавливать данную резину наш ящик фирменный с логотипом стилбер комплект zip в комплекте zip мы соответственно видим ступичный ключ и сопутствующие другие элементы мы клиенту выдаем такой красивый наборчик такой сумочки опять же со стиллером все здесь аккуратненько упаковано ящик достаточно вместительный ключики все на месте ящик фирменный итальянский фирма дакен также на полуприцепе хотел бы обратить внимание установлен завяжной механизм компании эша германия здесь соответственно натяжитель для шторного полуприцепа вот здесь мы видим также ручку для крепления двери то есть это не какой-то не крючок а именно полноценный механизм виде ручки дверь мы открыли закрепили дверь здесь выполнена сейчас это у нас племетал опять же по желанию клиента поставим племетал а можно объяснить таким образом это фанера зашитая в металле блокированном металле но опять же это желание клиента стандартно будет алюминиевый ворот европейское исполнение здесь мы видим оригинальный брус алюминиевый фирмы таркер италия фонари задние также фары рабочего освещения обращаем внимание это фары рабочего освещения никакие не фонари они отдельно стоят вот при сдавании назад они включаются соответственно клиент может видеть заднюю зону а если посмотреть на ворота вот они у нас в закрытом виде выглядит таким образом то есть по две штанги все открыто петли все подлежит также с одной стороны удобно все открыто легко обслуживать нигде ничего не зашито вот они все штанги мы видим в случае каких-то нюансов их можно исправлять обслуживать то есть легко вот полуприцеп заранее открыли я у него заберусь в принципе достаточно удобно есть мы видим крюк мы его стёгим и соответственно сдвигаем непосредственно уже сдвижной каркас крыши алюминиевого борта крепежные элементы уже для крепления груза они выдерживают до 2-2 с половиной тонн это фирма не какой-то там опять же китае коллегу попрошу там здесь мы увидим вот две с половиной тонны зуэра написано это не какая-то там не газельевская стремянка это именно оригинальная стремянка уже за русская две с половиной тонны выдерживать они выполнены по всей длине полуприцепа под конники конники мы видели под полуприцепом крепления то заглушка стану чтобы соответственно грязь не попадала когда они не нужны заглушечку вставили поехали нужны конники открыли эти отверстия с двух сторон слева справа они находятся соответственно установили трубы и чтобы не ломать не ломать борта и не оказывает давление на борт и его не ломать соответственно тихоньки устанавливается и груз какой-то там так скажем виде труб или длинные вещи такие чтоб именно не оказывать на доски на борта давления мы соответственно снимаем это давление с боков и груз находится между этих направляющих как я и говорил на полуприцепы реализованы зерной механизм компании эша мы видим стальные направляющие стальные ролики никакого пластика мы здесь соответственно не видим все оригинально все надежно переднюю стенку мы видим нижняя часть она у нас усилена листом для того чтобы когда погрузчик ездил соответственно при установке палитированного груза не бил нижнюю часть и не портил на вилами сами доски мы видим две направляющие по которым погрузчик ездит это на полу вес погрузчика может составлять за 7 200 если нас боков мы видим доски обрешетка из досок алюминий борт 600 миллиметров а вот я про что и говорил через всю длину борта проходит стяжка 4 стяжки у нас идет на каждый борт башмаки соответственно они у нас идут в комплекте алюминиевые ресивера вот они башмаки алюминиевые ресивера вот его видно хорошо здесь у нас подвеска почему-то вот кран уже уровня пола выполнена фирма лапка на всем полуприцепе реализована пневмоподвеска компании лапка слева и справа у нас коники наших вот они для левой стороны и соответственно для правой стороны полуприцеп а вот стояночный рабочий тормоз лапка о чем я и говорил это штуроборд соответственно на полуприцепе выполнен тент по желанию заказчика и нанесена непосредственно рекламой